Казанлык Казанлык Это центр Долины Розы В городе находится самая большая и лучше всего сохранившаяся в стране фракийская гробница, внесённая в список ЮНЕСКО и музей Розы Вот мы приехали в Казанлык Сейчас поедем в центр Музыка 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 Я думаю, что это Чайка Практика Розы продолжается Сейчас у тебя закончилось, но полиция работает Убирают розовые лепестки Музыка 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 Город Казанлык Гуляет Музыка 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 Вот, Розы Вайон Экспо, можем сюда сходить. Пойдем? Сладеи са уграничени, порой гибиаха сам за персонал, да. Нямалый. Да. Вот, тракийская гробница, смотри. Дом на культура Арсенал. Сейчас я его спустя. Вот, мы пришли пешочком в Парк Розы. Кудами, кудами. Да, сейчас мы здесь уходим. Вот там написано Розариум. Подошли к Розариуму. Розовый блогер на фоне Розариума. Я тебя остановлю. Парк Розариум. Ну, похоже. Кругом розочки. Что тут везти, придается Росада. Но почему-то не Роз. Роз довольно мало пока. Вот это, например, не Роза. Вон там какой фонтан классный. Парк довольно большой. А мы пришли в Мазирозу. Музина Розата. Да. Сейчас мы его хорошо сфоткаем. Сейчас покажу. Свобода на Родина Героев. А тут какая-то мемориальная стела. Как без нее в парке? Никак. А вот у нас тут фонтанчик. И мы идем к фонтану. Перед нами музей Розы. А еще стела в память Героев. То есть это памятник павшему русско-турецкой освободительной войне. Балканской освободительной войне. Сербской болгарской войне. Общеевропейской освободительной войне. В общем, тут все. Я подозреваю, что там надо самим ходить. Кофе. Все, пришли в кафе. Кафе без еды. Будем умирать. А ты уже это самое попробовал? Кафе-то. Ну, как оно. Похоже на кафе? На кафе похожи? Болгарские. Ну, какие-то бананы. Морожные. Морожные купли 4 лева. Два купли и 2 мороженых. Да, скрипач не нужен. Детский городок. Кыши за книги. О, это вообще цивилизация на марше. Сколько струбов бели? 6 лева. А за пенсионеры? 5. Мерси. Мы в музее розы. Что у нас-то? Древняя Греция. Первые сведения за розой и розовое масло. От Белязовой Лиады и Одиссея. Грецкая мифология. Роза и эмблема на невинность и красота. Вот такие речники, книги. Казанлэкский край. Главный производитель розового масла. Достоинство казанлэкского роза. Характеризованы условия, в которых она растет. Розоварение. 12 килограмм розового цвета и 4 раза больше воды. 46 секунд. Ой, у меня есть такой деревянный флакончик. Болгарское розовое масло. Мадминалка по качеству 7. Лаборатория Яромир Ярымов за опитывание на розовое масло. А, на запробу розовых масел, наверное. Тестинг розового масла. Розовое масло у меня есть? Да. Для всех. Розовое масло, видите? Да. Для всех. Розовое. продуктами в болгарской земле относятся к 16-17 веку. Болгарский деструководный дружеский вкусница, казаловый скидки. Да, хорошо. Вот это музей розы, внутренний дворик. Вот там, я думаю, стоят эти казаны, из которых течет розовое масло. Внизу подвешены такие ведра, в которые она собирается. Да, вот это вот примитивная розоварня. Старинная розоварня. Здесь вообще круто. Какой необычный окрас роз. Таких, в общем, редко увидишь. Мы в музее розы. Вот такие необычные розы. Музей можно понюхать, посмотреть. Посмотрите, как изготавливается розовое масло. Вон там стоят чины всякие старинные. Вообще, здесь довольно интересно, ароматно и красиво. И, к счастью, не так много народа. Билет стоит всего 5 лива для пенсионеров на одного человека. Поэтому, приходите, смотрите, нюхайте. Нюхайте, 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 нюхайте. И ставьте лайки. И подписывайтесь на этот канал. Где вы еще такое увидите? Да, вот заметно, что уже, как говорится, июнь, и розы уже начинают оцветать. Ну, все, пошли. Вот вы. Я забыл, ты снизу или... Вот здесь написано. В честь на 135-е годовщину русско-турская освободительная война. Община Казанлык поставила этот памятник. Генерал Скобелев и русские воины-освободители на Болгарии от турска рабства. В Болгарии, если памятник, то, как правило, каким-нибудь русским генералом. Вот это глубокий поклон и признательность генералу Скобелеву. Кто помнит в России генералу Скобелеву? А здесь помнит. Вот такой красивенький городок Казанлык. Центр у него, во всяком случае, очень ухоженный. Мы поели мороженое, и теперь не можем никак определиться с кафе. Потому что есть в общем не хочется. Мороженое отбивает аппетит. Красивый городок Казанлык. Смотри, как хорошо. Мы в городе Казанлык. И как вам Казанлыкцы? Казанлыкцы? Отлично. И Казанлыки. И Казанлыки. Просто я хочу поля розы, но пока их не увидела. Казанлык оставила себе очень приятное впечатление. Хорошие дороги, красивые развязки, круговые движения с фонтанами в центре. Много всяких малых архитектурных форм. Чувствуется, что люди заботятся и любят свой город. Конечно, здесь много и брошенного жилья. Много еще чего, конечно, нужно исправить. Особенно вот эти мерзкие пятиэтажки, которые везде понастроены. Или девяти эти панели. Поверните налево. Но, в принципе, чувствуется, что в городе есть хозяин. А, мы здесь были. Эту беленькую я снимала уже церковь. Просто сейчас я ее еще раз сниму при другом освещении. Обратите внимание, круговая развязка. Обязательно центр этого круга чем-то украшен. Или фонтан стоит. Вот мы подъезжаем. Так, мы останавливаемся на паркинге. Идем в Казанлыкскую гробницу. Этнографский комплекс Болгарея. Галерея Ровел. Вот какая галерея. Здесь танцуют. Здесь роза. Чекунда. Почти что, Рафаэль. Я называла бы эту картину праздник розы. Вот какое здание атмосферное. И сейчас мы отправляемся в Этнографский комплекс. Экстракийская гробница. Вот прямо вверх по лестнице. Так, вот здесь всякие объекты. О, боже мой. Это она в гробнице. Ой, она горячая. Да? Минеральная? Минеральная горячая вода. Да, около гробницы в этом парке люди занимаются спортом. Вот фракийская гробница, которая есть в городе Казанлык. Оригинал. Да. Говорят, что это оригинал. Так, это киска, гробница. Ушла в отказку. Здесь так пахнет сосной. Вот памятник Эммануилу Манолову. Рядом с тракийской гробницей. Болгарский композитор. Какие памятники ставят композиторам в Болгарии. В парке. В красивом месте. Добрый день. Добрый день. А им эти ли пицца? Да, имя. Мы зашли в кафе. Теперь шопска салата 5.30. Овчатка, шопска, салат грецкая. Овчатка, сезонная. Пилешки, хапки. Топино, сирена. Кашковал, панья есть, между прочим. Да, кашковал, омлет, кашковал, кебабчи, свинские ребра. А, вот чесноков, горлик, хлеб. А, соус. Парижинок, картофеля, сирене. Пицца, пиле, капричуза, Тоскана. Риф Димаров, вот такое меню. Welcome back. И мы будем есть пиццу. Да, терратор хорошо. Так, вот наш терраторчик. Очень много жира. Наш любимая грида. Картошка, сирене. Лишний килограмм и привет. Вот мы так тестимся. Неплохо. Наш кулинарный канал приветствует вас. Ну, взяли вот такую голямую пиццу. Она стоит 14 лево. Ну, думаю, это нам на два дня. Или на ужин. Завтра. Сегодня. И завтра. И завтра. Как так ничего не съели, все с собой. Чао, ресторанчик. Там здесь какая-то речка. Здесь круговое. И да, он сейчас тебя развернет здесь. Поверните направо. Открыла этого парка. Вот такие, в основном, застройка в Козалыке. Не затей. Не затейливая. Панели. Довольно некоторые районы старые. Но город поддерживает. В общем, в хорошем состоянии. Ничего не скажешь. Дороги в основном хорошие. Розы цветут. Уход за городом хороший. Поэтому, в общем, оценка положительная. Есть наиболее какие-то города маленькие. Но они чувствуются, что они такие неухоженные. Но здесь этого не чувствуются. Да. Архитектурка, конечно, не затейливая. Но в советские времена наложили отпечаток, видимо, на этот город. Но новые застройки очень даже симпатичные. Вот мы только что были. Прекрасно. Там вот эти коттеджи стоят такие красивенькие. Так что все идет вперед. Мы едем вперед. Они идут вперед. Вот эти пятиэтажки, шестиэтажки. Или сколько там, про которые я говорила. Через 800 метров продолжайте движение прямо. Но город зеленый-зеленый. Ухоженный-ухоженный. Ну, а то, что, как говорится, городостроители сделали такое. А он тебя. А он, видимо, ждет кого-то. Да, он кого-то встречает. Да, есть все. И магазины, и Билла. Да, но розы, розы, да. Видимо, город на этом неплохо заработал. Билла, спрятана полиция. Где она? А, вот полиция спряталась. Все нормально. Полиция нас бережет. Это на поворачку. Это вообще не спряталась. Должно. Вот едь прямо пока никуда не поворачиваю. Я в ладу. Фу, ягода. А, вон там овечки, овечки, овечки. Ой, овечки.